ассаляму алейкуму рахматуллахи баракату кто такие салифы почему мы должны за ними следовать словом салифы в исламе называют первые три поколения мусульман самые уважаемые из них это конечно сподвижники пророка саллиллаху алейхи вассалям они его видели они получили от него пользу и благодать следом идут табиины ученики сподвижников которые их застали получали от них знания третье поколение это последователи табиинов табиа табиин мы должны следовать за ними понимать религию так как ее понимали они какие доказательства могут нас просить во-первых всевышний аллах говорит про сподвижников пророка саллиллаху алейхи вассалям в куране файн аману бимит лима аман тумби и факады даду если бы они то есть все неверующие уверуют в то во что уверовали вы то есть пророк и сподвижники во множественном числе тогда они окажутся на верном пути то есть мы понимаем что это призыв верить в то во что верили сподвижники также конечно это известный хадис пророка саллиллаху алейхи вассалям достоверный который приводит имам бухари и другие лучшее поколение это мое поколение то есть поколение сподвижников затем следующее за ним поколение тобианы затем следующее то есть это лучшие люди за ними надо следовать их понимание религии довод для нас что это значит не секрет что в исламе много течений каждый из них претендует и на то что именно они имеют убеждения которые были у пророка из подвижников но это разные несовместимые друг с другом убеждения аллах либо тело либо не тело аллах либо занимает место в пространстве сидит на троне либо нет нельзя увидеть аллаха или можно могильные мучения истина или нет колдовство бывает или нет кто-то один прав и каждое течение заявляет что правы они как быть в этом случае вот как раз спорных вопросах нужно установить как понимали то или иное положение религии саляфы саляфы то есть первые три поколения и из саляфов конечно для нас выделяется имам уль азам великий имам абу ханифа который единогласно является табиином то есть он видел сподвижников относится к благословенному поколению табиинов саляфов и от него до нас дошел не только мазхаб в фикхе но и акида полностью по всем вопросам вероучения мы можем следовать за имамом абу ханифа и он достоин того чтобы брать от него вероучение и понимать религию так как понимал он